Здравствуйте, дорогие слушатели! У нас внеплановый выпуск программы «Крым. Право». И внеплановый, потому что у нас так посчастливилось, что у нас в студии два замечательных гостя. Я рад приветствовать у нас в студии Сервера Мустафаева и Шейхмамбетова Назима. Это гражданские активисты из Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. У меня первый вопрос к тебе, Сервер. Скажи, вот закончился недавно в Крыму адвокат и активисты объявили о том, что закончился второй марафон крымский. Как в такие короткие сроки удалось собрать такое большое количество денег, вот такую большую сумму? И вообще, может быть, немного нашим слушателям расскажи, введи в курс дела, что такое крымский марафон. Вдруг кто-то еще до конца не понимает, что это такое. Ну, на самом деле, да, нам самим было очень приятно видеть и наблюдать как второй уже по счету марафон, который проходит в рамках, скажем, репрессии в отношении народа, в рамках административных штрафов в отношении тех или иных гражданских активистов, журналистов и так далее. И этот второй марафон показал, ну, действительно колоссальные вообще потрясающие результаты объединения, стойкости, солидарности, единства народа, что выразилось в том, что буквально за месяц с небольшим, со всего Крыма, только в рамках Крыма, хотя марафон вышел далеко за пределы Крыма, он вышел уже и на материковую часть, и на международный уровень. Так вот только в рамках Крыма было собрано порядка двух миллионов рублей, что полностью перекрывает на сегодняшний день наложенные штрафы, они в размере около миллиона рублей, но иллюзии никто не питает, и мы увидели, что пока даже шел этот марафон, появились еще новые штрафы. Ну и все эти средства пойдут, естественно, на погашение всех штрафов активистам, журналистам и тем или иным людям, которых из-за инакомыслия или из-за несогласия с их взглядом, их мнением оштрафовали. Ну а как? Как? Это на самом деле он вышел даже за рамки, этот марафон за рамки одного народа, поскольку солидарность и участие в марафоне приняли и другие этносы, другие народы. А как так вообще, мне интересно, мы видим, что там собирают деньги, ну понятное дело, если на материковой части Украины, тут люди тоже слышат о тех событиях в Крыму, ну а есть там сообщения о том, что деньги собирают в Соединенных Штатах Америки, где-то в Европе, в Израиле, ну то есть в таких странах, в таких уголках мира, что казалось бы, ну люди там вряд ли, они могли слышать про события в Крыму, но вряд ли там слышали про какую-то вот такую акцию. Как так выходит? Ну выходит оно, естественно, что сегодня мир такой, да, когда информация это очень ценный продукт, ценный материал, и который имеет сегодня очень множество разных путей распространения. И мы видим вообще сегодня в сегодняшнем методе ненасильственной борьбы и сопротивления за свое право, за свою свободу, это именно публичность. И вот то, что этот марафон вышел в публичность, то, что люди начали делать фотографии с гордостью, показывая, что они приняли участие, вложили свою частичку в это общее благое дело помощи и солидарности друг к другу, оно подхватилось в других местах. И интернет – это такая вещь, которая, сидя в Крыму, можно рассказать… То есть ты отчасти это объясняешь силой Фейсбука? Силой Фейсбука, да, силой Фейсбука и силой интернета, силой журналистов, которые сегодня, несмотря на то, что в рамках Крыма их действительно очень мало, можно сказать, считанное количество тех объективных журналистов, блогеров, но очень активно ждут эту информацию за пределами Крыма, ее подхватывают, переводят на разные языки, и знаю английский, французский, немецкий, турецкий, и это все, естественно, получается таким потом резонансом во всем мире отгласки. Вот ты упомянул про оплату штрафов, вопрос к Назиму второй. Ты вот в качестве гражданского защитника уже некоторый период времени работаешь в Крыму, ну как работаешь, выступаешь в качестве гражданского защитника. Расскажи, как проходят суды над пикетчиками, и тоже введи в курс дела, наверное, слушатели, которые, может, не до конца понимают, за что были люди оштрафованы в Крыму, на какие пикеты они выходили, и вот про суды немножко, если можно. Приветствую всех слушателей. В первую очередь хотелось бы действительно немножко уйти в историю, ну, не столь далекую, то есть, в принципе, откуда появились, скажем так, пикетчики у нас, откуда появились эти штрафы, и потом марафон родился и так далее. На протяжении уже последних четырех лет в отношении крымско-катарского народа в большей степени и других граждан, которые проживают на Крымском полуострове, так или иначе, в отношении их проводятся какие-то акты, скажем так, давления, будем так это называть, вот, и люди пытались каким-то образом высказать свою точку зрения, несогласия с этим, вот, сначала это были просто посещение там мест обыска, посещение судов, посещение, скажем так, райотделов полиции в момент, когда людей задерживают и так далее. Вот, потом это переросло уже в какие-то акты общественного, скажем так, высказывания общественного мнения, это выразилось вот в пикетах в одиночных. Старт этому всему дал, то есть, первый шар, ну, или так сказать, или пример для нас показал наш, скажем так, уважаемый дедушка, ну, старшее поколение, оно вообще правильно и хорошо, когда оно даёт пример молодому поколению, тем более, если мы говорим о нашем случае, это серверах Акараметов, который очень давно, скажем так, является активным участником национального движения, вот, и он в этом году вышел в очередной раз, он ранее тоже выходил с одиночными пикетами в центре города Симферополя, там, на площади Ленина и так далее. И в очередной раз, когда в рамках дела по Ахтему Чайгозу, тогда ещё в отношении его вёлся суд, ещё до его освобождения, дедушка серверах Акараметов, он вышел к зданию суда с плакатом «Наши дети не террористы», вот, прекратите преследовать там крымских татар, свободу, Чайгозу и так далее. В тот день его очень грубо задержали сотрудники правоохранительных органов после этого, несмотря на то, что, я хочу подчеркнуть, что человек болеет, у него нарушена координация, ему 7,6 лет, вот, несмотря на это его сотрудники полиции грубо задержали, усадили в автомобиль, увезли в райотдел, вот, после этого его привлекли к ответственности, дали 10 суток дедушке. И ещё и оштрафовали, по-моему. И ещё и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Вот, ну, это образная ситуация, когда дала определённый старт. После этого в нашем народе появились тоже пожилые старики, скажем так, люди преклонного возраста, которых эта ситуация очень сильно задела, уже лично их, то есть, они высказали свою солидарность по возрасту, будем так говорить, в отношении сервера Акараметова, они вышли тоже с плакатами в разных местах Симферополя и высказали свою точку зрения, что мы все Караметовы, и наши дети не террористы, мы солидарны с ним в этой точке зрения, и свободу всем, там, Чайгозу, Умерову, там, Тимуру Абдулаеву, там, Руслану Зейтулаеву, то есть, всем людям, которые сегодня по надуманным огульным обвинениям сегодня находятся в застенках там СИЗО, тюрьмы и так далее. Вот, это, там, порядка 10 человек вышло, вот, и этих людей, из них, там, одного человека, Довлатова, его привлекли к ответственности, ну, назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Вот, после этого... Да, у меня такой вопрос уточняющий, вот, я держу в памяти вопрос про то, как проходят суды, вот, с учетом того, что это гражданский защитник, у меня вопрос к вам двоим. Вот, эти одиночные пикеты, вот, видно, что идея вообще неосельственного сопротивления, вот, в одиночных пикетах, она вылилась в какую-то конкретную, вот, форму, да, то есть, вот, люди конкретно вышли с целью, вот, с конкретными плакатами. То же самое крымский марафон, о котором мы говорим, да, это тоже вот какая конкретная идея на конкретные решения конкретных задач. И вот мы упоминали, там, вот, обыски, стихийная какая-то такая пассионарность в обществе, когда вот люди просто реагируют здесь и сейчас, и видим, что как-то приобретают какие-то конкретные формы. С чем вы это связываете? Вот, третий год идет в Крыму, да, вот, после событий 2014 года. Вот, с чем вот это приобретание формы, и можем ли мы видеть дальше как-то развитие этого? Ну, я со своей стороны, наверное, добавлю здесь, конечно, оно будет, и вот как раз-таки второй марафон и его масштабы, его участие в нем большего, да, такого количества людей, те же пикеты, которые идут по нарастающей, вместо одного вышло 10, вместо 10 вышло 100, да, то есть оно ведет именно к тому, что осознание в народе того, что это не является проблемой отдельно взятых политических, религиозных, либо каких-либо других инакомыслей, да, или отдельных людей, или отдельных структур, а что это давление, планомерное давление на весь народ, а в частности начинается оно всегда, ну, это история, да, показывает, что всегда это все начинается с самых активных, с тех, которые окажутся в первую очередь в помощи для народа, вот после потушения или подавления таких людей, да, будут переходить уже к народу. То есть вот это осознание, вот за эти года, оно действительно стало более ясным, более конкретным среди всего народа. И я даже скажу, наверное, именно марафон как раз показал, что уже даже далеко за пределами одного народа. То есть это общество, которое живет там, оно действительно это видит. То есть чем больше репрессий, чем больше давления на гражданское общество, тем больше оно растет, правильно? Я вижу абсолютно, вот действительно, что вот этот закон, он работает. Чем больше действия, тем больше противодействия выходит. Ну и здесь еще такое достаточно, как по мне, ну здесь абсолютно беззаконие. И как бы не пытаться скрыть ложь, истина, она по-любому берет вверх. И мы видим все эти судебные дела, все эти судебные производства, мы видим всех этих свидетелей, экспертизы и так далее. Ну я думаю, больше по экспертизам, по пикетчикам он сможет сейчас Назим сказать. Ну там просто очевидно, да, насколько белыми нитями сшито все эти дела, все эти огульные обвинения. И наш народ, как раз-таки, он имеет опыт и самой этой борьбы, и опыт того, что он знает. Как в 44-м, его огульно назвали преступниками-предателями. И сегодня также огульно из него делают экстремистов, террористов, вымогателей и так далее. Вот Назим, вот в том числе, что вот гражданские защитники, они что же не три года назад появились, буквально недавно. Вот чем ты связываешь вот то, что активизм в Крыму приобретает какие-то конкретные формы и ставит перед собой все более конкретные задачи? На мой взгляд, здесь есть несколько факторов. Первый и, может быть, один из важных факторов, мне кажется, это вот все-таки ментальность народа. Так сложилось, что уже более, на протяжении более чем двухсот лет наш народ борется. Борется за свои права, за возможность жить на своей земле, исповедовать свою религию, то есть воспитывать детей так, как он считает нужно. И за эти 200 лет на уровне уже ментальности народа сформировались определенные, скажем так, взгляды на то, каким образом мы это достигаем. Примером тому является, в том числе, скажем, самое последнее, это борьба за возвращение в Крым, когда после 1944 года наш народ был выслан. За практически 50 лет чуть больше народ вернулся в Крым, то есть он достиг своей цели. Если мы посмотрим, то не было ни одного факта, когда наш народ применил где-то физическую силу и так далее. И тогда тоже, если мы будем изучать, скажем так, каким образом это делалось, то есть, в принципе, все то же самое. То есть, когда был Советский Союз, то же самое. Люди собирались, принимали какие-то решения, давайте-ка пойдем там, попекитируем там, здание суда, или поедем в Москву, или давайте письмо напишем, или давайте там кто-то один там куда-то пойдет и так далее. То есть, формы гражданского, скажем так, высказывания своих точек зрения, они имели разные, скажем так, формы. И сегодня они тоже, вследствие того, что наш народ чувствует давление на себе, в народе есть, скажем так, как в любом обществе, активная прослойка, которая больше всего ощущает это и начинает, скажем так, думать, как это все решить. И, естественно, появляются идеи, появляются какие-то люди, которые поддерживают эти идеи, люди, которые готовы реализовывать эти идеи. И вот сегодня мы видим, что оно приобрело сначала обыски, это было где-то там, скажем так, реакционно, потом уже все жители понимают, если они услышали, что где-то обыск, то есть, он понимает, что надо не сидеть, не звонить, а надо просто идти к месту обыска и показывать тем самым, что ты просто пришел, солидарность с тем человеком, в отношении которого этого делается, во-первых, и во-вторых, что показывает свое несогласие с этим. Вот то же самое это посещение судов, то же самое сегодня это уже стало и пикеты. Если говорить про гражданских защитников, опять-таки немножко вернусь по истории пикетчиков, после всех дедушек и так далее, в октябре месяце, после очередных, скажем так, огульных обвинений и, скажем так, из нашего народа людей, что они являются террористами, экстремистами и так далее, и так далее, это определенной каплей стало, и люди уже массово вышли на одиночные пикеты по всему Крыму. И в их числе были и женщины пожилые, и дедушки, и молодые, то есть, это представители всех возрастных, материальных там сословий и так далее. Теперь, когда они вышли и высказались, и когда их, вместо того, чтобы в нормальном обществе, в нормальном государстве сказать «это ваше право», мы прислушиваемся к вашей точке зрения, давайте, что вас беспокоит, давайте обсуждать. Это вообще нормальная реакция любого государства должна быть. Когда в таком количестве люди выходят, значит, их беспокоит. Давайте разговаривать, объясните, что случилось. Вместо того, чтобы какой-то диалог, чтобы им сказать, что «слушайте, может, действительно какие-то имеются факты, может, предвзятости, несправедливости». Вместо этого этих людей также, скажем так, привлекли к ответственности, не дав возможности и показав, что у нас высказываться нельзя, то есть, ну, не надо. Привлекли к ответственности, и появились среди народа ещё люди, которые сказали, как я буду сидеть, когда вот вышел дедушка, сказал, как я ему могу помочь. Вот я буду его защищать. Да, я не юрист, я водитель. Но скажите мне, что нужно сделать, чтобы его защитить? У нас, как мы знаем, есть команда Эмиля Курбединова, группа адвокатов, юристов, то есть, они взяли на себя, ну, образно, шефство с точки зрения их консультации, объяснений. То есть, когда люди появились, им объяснили, как это делать, как защищать, вот изучайте вот эту литературу, посмотрите сюда, сходите на суд, посмотрите ролики в YouTube и так далее. Люди взяли какую-то базовую информацию, и потом, в принципе, успешно они прошли суды первой инстанции, сегодня вот идут апелляционные рассмотрения данных судов. Но суть какая? Мы, когда я говорю об успехе, я не говорю о результате, что суды отменят решение, что суды не назначат штраф или не привлекут к ответственности этих людей. Я когда говорю об успехе, я говорю в первую очередь о том, что народ показывает свою позицию, и после того, как эти пикетчики вышли, их наказывают рублём, народ не отвернулся от них. А народ, наоборот, подтвердил, что мы солидарны с вами. То, что вы вышли, не побоялись, сказали, мы согласны с этим. И мы сегодня чем можем вам помочь? Защитники появились, люди взяли, оплатили их штрафы для того, чтобы этих людей не легло на них бремя, что они один на один с этой проблемой остались, они должны изыскивать средства из своего и так небольшого бюджета, чтобы их оплатить. То есть народ показал, что мы с вами солидарны, то, о чём вы сказали, мы согласны, и мы не согласны с тем, как в отношении вас поступили со стороны правоохранительных органов и судебной системы. Здесь вообще замкнутый цикл. Что касается оштрафованных пикетчиков, там было больше 82 суда, на пикет 14 октября, если не ошибаюсь, вышло более 100 человек, и мы здесь вообще видим замкнутые циклы, я так понимаю, что народ сам себя защищает. То есть и гражданские защитники – это люди из народа, и оплата штрафа – это все из народа. То есть здесь народ сам себя уже как бы… И вышли на пикеты. Люди сами по своей воле не согласны с тем, что происходит с их сыновьями, с их соседями, с их друзьями в некоторых случаях или родственниками. То есть они знают. Но никто лучше матери, отца, дяди, соседа не знает, кто его сосед или кто его сын, внук. Ну почему кто-то может прийти. Сознание народом – процесс долгий, да? То есть я так понимаю, что приходит постепенно. Наверное, осознание даже не само. То есть народ сразу понимал, что его сосед, сын или родственник какой-то, что он не террорист, точно. Ну это да, но что надо проявлять… Да, вот что надо что-то делать. Вот здесь я вижу, что, наверное, казалось, да не может быть, но это какая-то нелепость. Ну такие реакции слышали, да это нелепость отпустят. Да это нелепость, что они там смогут доказать? Мы-то знаем, он с нами вырос, он с нами работал и так далее. Но когда пошли уже первые результаты судебных дел, скажем, вот по севастопольским ребятам, по Ахтемага, по Эльмиага, то есть видно было, что да нет, походу здесь настолько судебная система, и всё это там такая круговая порука, что не аргументированные, полностью безосновательные или полностью доказанные, да, безосновательность всех этих решений, экспертиз, судов, они вообще не работают, ну, судьи не слышат. Когда начали появляться, ну, под копирку решения и приговоры, ну, было понятно, даже уже с грубыми нарушениями, даже фамилии не меняли. Ну, настолько это всё было быстро делалось, да, его даже суды по пикетчикам, ну, просто готовы. Они назначили суды, которые должны разобраться в адекватности, объективности. Они назначили суды там с интервалом по 10-15 минут. В один день. В один день. То есть это же показывает, что решения готовы. Нам надо для галочки отметить, система судебная работает. Ну, вот это уже, и вот это народа ещё больше натолкнуло. Блин, да так можно же любого сделать любым. Изгоем и так далее. А сегодня просто мы видим, что в Крыму, ну, очень умело, очень уместно, да, пытаются использовать мировые тренды. Борьбы с исламом, борьбы там с инакомыслием, с терроризмом и так далее. То есть вот эти тренды, в общем, мировые, которые и мировое сообщество так неохотно, лениво, или там безразбирательство как-то вот смотрят. Я вижу так. Ну, это моё мнение. Я вот усматриваю так, что вот именно за деле такой мировой, трендовый, удобный для себя, да, правовая система там или власть. Да, вот к этому вопросу мы ещё вернёмся. А по поводу вот пикетчиков, на прошлой неделе прошли уже апелляции практически по всем. И, ну, вот по многим, да, по многим административным делам, по пикетам прошли апелляции. Вот расскажи, как проходили эти апелляции и вообще в целом суды. Как вот, как судья реагирует вообще на человека, который вот гражданский защитник, он наверняка понимает, что перед ним человек, грубо говоря, с улицы, да, то есть который там без специального юридического образования, как вообще этот процесс проходит? Ну, вообще апелляционных жалоб было подано 77, то есть из 82, там технические причины были и так далее. То есть успели срок там подать 77, там есть люди, которые уехали, выехали на данный момент, и они не успели в 10-дневный срок подать жалобы. То есть по состоянию на конец прошлой недели у нас порядка 24 мы уже рассмотрели. То есть по ним есть решение, в принципе, все решения оставить в силе решение суда первой инстанции, то есть ничего не поменялось. Было два прецедента, когда Верховный суд, рассматривая апелляционную жалобу со стороны защиты, он отменил решение суда первой инстанции частично, он сократил сумму штрафа с 15 тысяч на 10 тысяч. Вот это было. Теперь, что касается непосредственно судов и реакции судей на защитников, понимаете, что даже если вы, например, возьмёте материалы дела, начнёте просто с точки зрения человеческой логики пытаться понять логику, скажем так, правоохранительных органов, каким образом они выстроили свою точку зрения, что эти люди виноваты. Чтобы было ясно слушателям, хочу немножко пояснить, что в рамках российского законодательства, когда пикетируют очень много людей одновременно, если между ними есть, скажем, общая организация и общий замысел, так эта формулировка федерального закона звучит, то это уже признаётся не одиночным пикетом, а единым массовым мероприятием. Вот эта логика, скажем так, законодательства и правоохранительных органов, они вот под эту статью начали, скажем так, подгонять этих всех людей. Теперь, когда мы начали ознакомливаться с материалами дела, я вам ещё приведу момент, что там материалы дела более 200 страниц, т.е. для административного, скажем так, производства, это что-то из ряда вон выходящее, т.е. как правило, это бывает 10, 20, 30 страниц, а здесь более 200, некоторые дела были, 275 страниц. Т.е. сколько всего нужно было проделать, сколько нужно было собрать материала, исследования, экспертиз, показаний, свидетелей и т.д. т.е. когда нам присылали первые материалы, ещё не изучив их, а услышав только, что там много страниц, мы начали предполагать, что там действительно была проделана какая-то работа и действительно там есть какие-то действительно веские аргументы. И мы допускали, что пикетчики выходя, скажем так, они же законы не все так хорошо знают, может, действительно они что-то нарушили. Ну, давайте посмотрим, мы как юристы изучим это и дадим свою юридическую оценку, и потом уже будем выстраивать линию защиты. Ну, когда, скажем так, мы ознакомились с материалами дела, т.е. ничего нового мы не увидели. Т.е. по количеству там очень много, по качеству это ничего. Начиная от процессуальных нарушений, грубо говоря, в отношении человека составили протокол, его даже в известность не поставили, что протокол составляется. Были случаи, когда лицо, составившее протокол, говорит, что я составлял протокол в присутствии данного правонарушителя, в кавычках, а правонарушитель говорит, слушайте, я вас первый раз вижу вообще. И когда мы на суде говорим, хорошо, если вы утверждаете, у нас есть противоречие. Вот полицейский говорит, я составлял, а мой доверитель говорит, я его первый раз вижу. Ну, для того, чтобы устранить факт, давайте попробуем это установить. Значит, когда мы, сторона защиты, задаёт вопросы полицейскому, хорошо, когда вы к нему приехали составлять протокол? Он говорит, вечером. А этот говорит, вечером, условно, 15-го числа. Он говорит, вечером 15-го числа я был в гостях у своей тёти. Судья уточняет, вы точно 15-го были? Ой, нет, я был 16-го. Он говорит, ну, хорошо, 16-го вечером. Хорошо, а где я живу? Он говорит, ну, вот где-то в районе того посёлка, в районе посёлка, то есть он не называет номер дома, улицы и так далее. Я говорю, слушайте, подробнее может? Ну, я не помню, ссылается и так далее. Ну, хорошо, вот вы пришли, а скажите, какого цвета ворота? А вообще есть ли у него дома ворота? То есть он говорит, я не помню, полицейский. Мы задаём вопрос, хорошо, вот мой доверитель, да, человек, в отношении которого составили протокол, а он вышел вам в шапке, в куртке, в руках что-то было? Он говорит, я не помню. Я говорю, хорошо, с вами были понятые? Да. Где вы их взяли? Я не помню. То есть он даже не сказал, что я их с собой привёз, что я на улице соседа, я не помню. То есть вот этот пример, он показывает вообще всю глубину, вот есть понятие правовой нигилизм, да, может быть, он не совсем применим здесь, но с точки зрения, например, понимания, что сами правоохранительные органы, они не удосужились даже какие-то элементарные процессуальные нормы выдержать, понимаете? И это показывает, что это всё шито, что это делалось в попыхах, и что это делалось не для того, чтобы установить истину и действительно выполнить функцию правоохранительных органов, а делали для того, чтобы организовать публичную порку, скажем, людей, которые вышли и высказали свою точку зрения. Что касается непосредственно самих судов и судей, опять-таки, понимая, что сами дела, они действительно были настолько неграмотно и неправильно с юридической точки зрения собраны, привлечены, и мы на суде, судья, я надеялся, что судьи не возьмут, не начнут разделять ответственность правоохранительную на себя брать её, потому что мы все понимали, что если судья, скажем, их берёт, то он на себя тоже ответственность начинает разделять, потому что там были моменты, когда судья вообще не имел права в производство брать эти дела. Я пример приведу, единственный судья, это Феодосий, когда к нему материалы дела пришли, он вынес определение, что мы возвращаем эти дела в полицию, потому что у вас есть грубые нарушения. Это единственный судья со всех, скажем так, регионов, который почувствовал ответственность и заставил полицейских хотя бы в этом моменте дорабатывать. Понимаете? Все другие судьи, закрыв глаза, к сожалению, закрыв глаза, взяли в производство эти дела, хотя во многих из них были характерные нарушения. Хорошо, в рамках рассматриваемых дел также очень много нарушений. То есть, когда мы, судья, пример приведу, в материалах дела есть исследования на плакат, изъятые. Экспертизы. Да, исследования и экспертизы. То есть, всё дело построено на двух, скажем так, айсбергах, на двух таких фундаментах, на двух сваях. Это исследования и экспертиза. То есть, таким образом правоохранители доказали, что там имелась общая организация и единый замысел. То есть, исследования проводили экспертно-криминалистический центр МВД. Ну, суть, он находится в Симферополе на Балаклавской, Балаклавской, 68. Вот, значит, он там находится. Теперь, как должно быть? Вот есть человек, пикетчик, у него изъяли плакат, составили документ, что изъяли плакат. После этого этот плакат опечатывается в пакет, печать и так далее, оставляет многоответственное хранение. После этого, когда человек, в производстве которого это материалы дела есть, он назначает, выносит определение на значение, скажем так, исследования. Он пишет там документ, отправляет его в экспертно-криминалистический центр, просит их провести, проведите исследование или экспертизу, например, отправляет. Те, когда принимают, тоже распаковывают в присутствии понятых, составляют определенные процессуальные документы, после этого делается исследование и выносится заключение. То есть, у нас как происходит? У нас есть в материалах дела голое исследование. То есть, есть человек, у которого даже плакат не изымали. Но в материалах дела лежит исследование на какие-то плакаты и непонятно какие. То есть, природа их происхождения вообще нам неизвестна, и мы об этом в суде заявляли. То есть, есть какое-то, скажем так, исследование, есть человек, у которого плакат даже не изымали. И оно приобщается. И оно приобщается в отношении него. То есть, где-то, даже допускаем, что где-то изъяли плакаты, и допускаем, что на них провели исследование. Но какое отношение этот человек имеет к этим плакатам? Его плакат у него дома остался, или он там подарил его кому-то. То есть, на него не проводили никакие действия. Но при этом вот это исследование на какие-то посторонние вообще непонятные плакаты привлекли как доказательство его вины. То же самое произошло с экспертизой, и таким образом судья, опираясь на вот эти доказательства, вынес решение, что наши, скажем так, пикетчики, они виновны. Мы заявляли эти ходатайства в рамках судебных заседаний все. То есть, мы когда разбирали, линию защиты выстраивали, мы показали гражданским защитникам, вот обратите внимание на это, на это, вот аргументация, вот законодательная база. То есть, смотрите, вот это вы должны сказать, вот сюда вы должны обратить внимание судьи. Однако, к сожалению, опять-таки, судья, судьи все пока, да, они стабильно не принимают никаких доводов со стороны защиты. А как бороться с вот этим правовым нигилизмом, кто такой термин употребил, или вообще вот в целом с предвзятостью судебной правоохранительной системы? И вот Сервер упоминал о том, что не удается выстроить диалог с властью, и власть не слышит просто, и поэтому люди вот как-то так реагируют. А как вот, или есть ли какие-то вот у вас уже секреты, если можно ими поделиться, потому что иногда, вот мы иногда-иногда видим какие-то такие лучики надежды, когда вот на прошлой неделе, я просто слушателям расскажу, что случилось невероятное в самых стабильных крымских судах, была оправдана супруга одного из фигурантов дела Хизбут-Тахри Рузаира Абдулаева, Фера Абдулаева. Она обвинялась по административному делу, якобы она не послушала судебного пристава, и суд ее оправдал. С таким скрипом, но оправдал. И удается ли как-то вот Серверу уже молочить несколько минут? Я просто вот думаю, вот этот вопрос, как с этим бороться, но для себя я вижу вот как бы из-за того, что происходит сегодня или последнее время в Крыму, да, то есть те методы борьбы, они действенны, то есть ненасильственные борьбы, которые есть. Это консолидация и солидарность народа, это, скажем-то, огласка, это, скажем-то, фактаж, который раскрывается по безосновательности, скажем-то, ложность всех этих, огульность всех этих обвинений и так далее. Оно все, когда становится публичным, и когда имеет проникновение в народ и поддержку, и понимание со стороны народа, то есть это, наверное, самое лучшее, что может быть, потому что, ну, если и это не поможет, то остается только один вариант. Это депортировать этот народ, либо, не знаю, там, уничтожить весь этот народ, да, но в сегодняшнем веке, я думаю, что это уже, ну, очень надеюсь, что это, ну, просто из области какой-то теории больше, нежели практики, то есть, ну, просто депортация, уничтожение народа. Хотя, конечно, в ряде стран мы видим разные ситуации тоже, да, но в рамках Крыма, да, вот я думаю, что это, наверное, из области фантастики, теории. Вот, поэтому считаю, что таким образом можно и нужно только таким образом, да, ненасильственным продолжать объединяться, сплощаться вокруг вот этого всего беспредела правового со стороны власти и так далее. И тогда, я думаю, что это, ну, остановится или уйти, какой-то, знаете, другую форму может приобретёт. Здесь же и суть вопроса в чём, вот я как, например, приходит по административному штрафу к человеку в 6 утра огромное количество техники, спецподразделений, людей, то есть, задействованы колоссальные средства на то, чтобы задержать человека и обвинить его по административному какому-то там публикации или там лайку, перепосту, и дать ему штраф там тысячу, пять тысяч, я не знаю, десять тысяч рублей, как бы там ни было. То есть, потратить сто, сто пятьдесят, двести тысяч, я не знаю, сколько стоит вся эта правоохранительная система, чтобы провести вот это следственные оперативные мероприятия, которые проходят, и чтобы оштрафовать человека там на тысячу, на пять тысяч, на десять тысяч рублей. Насколько это же всё убивает систему, экономику. Ну, когда-то люди, это вся страна должна, все налогоплательщики же поймут, скажут, да что вы делаете? Ну, дайте человеку просто повестку. Ну, придёт он, ну, покажет вам. Ну, не придёт, тогда придите, задержите. Да, тогда придёте, ну, как бы, зачем это всё так делать? Я думаю, вот вся вот эта вот, не знаю, где-то некорректная, где-то глупая, где-то безосновательная давление или такая форма прогибания, или там такая форма того, чтобы остановить инакомыслие, она, ну, в конце концов остановится. Однозначно я уверен, что ложь, беспредел, диктатура нигде, никогда за всю историю не существовала долго, не имела свой логический конец в виде победы. Имела только в той или иной степени, быстро или чуть дольше, да, но конец и такой крах. Его конец это в виде краха был. Вот чем больше это осознание будет, быстрее. Вот так можно только остановить. Назим, удавалось ли как-то вот тебе увидеть, что система немного вот как-то в суде, да, в суде, вот когда вот логика там судей такая, когда он говорит, что там вот не отоштрафовать, все-таки вот казалось тебе, что можно все-таки достучаться или нет? И вообще до правоохранительных органов. Да, вот уже не первый год мы как бы сталкиваемся с подобного рода ситуациями, и, скажем, каких-то критических изменений нет. И вот мы сегодня радуемся, вот вы заметили, вспомнили момент, то, что на прошлой неделе Феру Абдуллаева оправдали. То есть, для нас это было вообще нечто. То есть, если где-то в какой-то другой стране там человека оправдывают по административке, то есть, на это вообще никто не обращает внимания. А в Крыму это вообще нечто. Это такое ощущение, что человека там долгое следствие, там уголовное велось, и человека потом оправдали. То есть, эффект и резонанс был такой. Хотя это банально какое-то административное правонарушение. То есть, мы уже настолько привыкли, что судебная система вообще нас не слышит, судебная система не пытается вникнуть и пытаться разобраться вообще, что на самом деле происходит, а выполняет роль не слепого, не слепой фемиды, а глухой фемиды где-то, ну и к тому же, наверное, и слепой ещё. Что для нас это уже становится что-то из ряда вон выходящее. То есть, мы радуемся тому, что даже человека, когда увозят, его там сразу не... уже радуемся тому, что на него уголовное дело не открылось. То есть, для нас административка – это уже радость. Это может быть ненормально, но это реалии определённые, то есть, это тенденция. Поэтому иногда в рамках судебных заседаний появляется чувство, что судья действительно разбирается, судья пытается вникнуть в дело, удовлетворяет какие-то ходатайства от допроса, свидетелей и так далее. То есть, создаётся впечатление, что всё, вот, наверное, этот суд сегодня действительно хочет разобраться. Но все эти иллюзии или надежды, они и заканчиваются, когда судья уходит в совещательную комнату и выходит, и, в принципе, зачитывает тоже решение, как и всегда. Но я хочу что подчеркнуть, что вы задавали вопрос относительно, как это всё можно поменять. Я считаю, что уже есть определённые наработки. То, что судебная система, она всё равно за столько лет, даже если брать, например, дела по терроризму, экстремизму или ещё что-то, люди, судьи сами, они видят. То есть, я убеждён, что судьи понимают, что они не на стороне правды. Судьи – это люди. Я допускаю, что рано или поздно из числа этих всех огромного штата судей появятся люди, которые просто устанут врать. Или полицейские, или сотрудники спецслужб. Я допускаю, я надеюсь, что среди них появятся те, которые скажут, давайте остановимся, что мы делаем. То есть, здравый смысл преобладает. Ну, всегда так было. Появлялись среди, скажем, стороны, которая репрессирует или оказывает давление на людей, появлялись те, которые понимали, что мы делаем. И я допускаю, я надеюсь, что здесь тоже так же будет. Я допускаю, что мировой судья – это было число тех, который действительно сказал, слушайте, не надо мне говорить, как мне работать. Если вы меня, скажем так, назначили судьёй, то будьте добры принимать те решения, которые я независимо выношу. А не надо нивелировать вообще мою функцию и мою, скажем так, просто банально этику, честь, достоинство, давая мне указки, где какое решение выносить. Я очень надеюсь, что всё-таки появятся такие во всех, скажем так, институтах, и судебные, и правоохранительные органы и так далее, люди, которые действительно понимают, что мы делаем. Более того, многие из них – это люди, которые жили в Крыму давно, и сегодня для них тоже не совсем понятно, почему вдруг люди из числа крымских татар, в первую очередь, и из других национальных, украинцев в том числе, они сегодня стали вне закона. Почему такая национальная избирательность? На мой взгляд, что, во-первых, крымские татары, они… Ярко выражены, наверное, в них. Ярко выражены, и мы не привыкли, что нам, понимаете, указывают, вот место показывают. Даже во времена Украины, если вы помните, у нас периодически были определенные идеологии и дискуссии с украинской властью. То есть, не было такого, что нам показали, вот ваше место, и вот живите, и сидите там, и нос не высовывайте, понимаете? То есть, сегодня то же самое, кто бы, какая бы власть ни была над нами, то есть, мы требуем от этой власти, уважаемые, раз вы сегодня здесь власть, то будьте добры, считайте, что мы здесь, считайтесь с нашими правами, нашими ценностями, нашими обычаями, в конце концов. То есть, не надо делать вид, что нас нету, и не надо делать вид, что вот мы там, всё у вас хорошо. Нет, прислушивайтесь, и будьте добры, учитывайте эти факторы, принимайте такие решения, которые учитывают и наши интересы. Я думаю, сегодняшняя ситуация, основа это та, то есть, то, что нас пытаются не замечать, то есть, те грубые нарушения, которые есть, почему-то о них не говорят. То есть, власть крымская, де-факто, скажем так, в Москве власть, они, когда говорят о Крыме, они говорят о том, что там всё хорошо, строятся школы, делаются дороги, то есть, крымские татары довольны. Хотя я, например, проживаю там, да, я не чувствую этого. Почему моё мнение никто не слушает? Время добегает, эфир добегает конца. У меня такой вопрос, вот в начале эфира кто-то из вас произносит такую фразу, что вот во многом вы перебираете опыт стариков, да, то есть, вы вот, старики в том числе показывают пример. Вот мы помним, ну, кто вот знает историю крымских татар, вашу ненасильственную борьбу во времена Советского Союза, и это стало вот такой легендарной страницей истории не только вашего народа, вот пример ненасильственной борьбы. У вас сегодня есть ощущение того, что вы делаете историю? Что вот вы в какой-то мере вот находитесь на пике истории, да? Ну, конечно, я однозначно считаю, что сегодняшняя история, ну, вообще каждый день это история, но яркие её, такие, наверное, золотые страницы этой истории появляются вот именно в таких ситуациях, которые, ну, смело можно отнести ситуацию с Крымом или ситуацию в Крыму сегодняшнюю, когда абсолютно, ну, парадоксально, абсолютно, скажем, да, так восхитительно ведёт себя сегодня мой народ, когда из числа его сыновей и дочерей появляются и такие защитники, гражданские юристы, адвокаты, и появляются такие блогеры, такие журналисты, такие активисты, которые, несмотря даже на свой юный возраст, находят себе смелость, да, и уверенность в том, что они правы, они ведут эту, скажем, да, свою риторику, свою деятельность, и это все люди, которые уже достойны зайти такими жирными буквами в историю своего народа, своего селения. Те же, скажем, да, сами подсудимые ребята, да, которые вот уже уехали на материковую часть России, которые сегодня находятся за стенках СИЗО, то есть они насколько достойны того, что они не склоняются. Несмотря на всю эту ложь с клевету, огульность обвинений и так далее, когда безосновательно вообще абсолютно социально полезных, я бы даже сказал, да, очень социально значимых и активных людей сегодня делают вообще, ну, показывают, пытаются показать террористами, но это вообще два как северный и южный полушарий, да, то есть как плюс и минус. И несмотря на все это, они вот ведут эту деятельность, несмотря на все это, они показывают себя именно такими львами этого народа в истории его. И я считаю, конечно, сегодня это новая история, новые люди, новые имена. Спасибо, Сервер. Я напомню, что это была программа «Крым. Право». У нас в гостях были замечательные гости, гражданские защитники, активисты из Крыма, Назим Шихмамбетов и Сервер Мустафаев. Спасибо большое. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Боже, спасибо.